Мы, короче, объяснили там нашему другу, что так и так мы здесь были, про маньяка, с чем мы рассказали. Вы нам пообещали, что вы не пойдете. Как так получилось, что вы туда пошли? Лёв! Лёв! Ну, может, сейчас и не будем привлекать лишнее внимания, ладно? Слушай, тут бесконечно, там еще один такой же свинарник. Слушай, там кто-то бегает. Он в зеленой майке был, в салатовой. Надо быстро допроверить вот этот остаток, получается, и потом... Слышал? Надо что-то решать, Макс, потому что это не делается. Человек здесь пропал, у него там мотоцикл уже стоит, я не знаю сколько. А это не человек стоит? Он тут? Не знаю. Ребят, всем привет! Думаю, вы все видели прошлый ролик, в котором школьники нас привели на какой-то свинарник заброшенный, в котором якобы находятся наши фотки. И оказалось, что нам не соврали. Там действительно находились фотографии, которые связывают нас с маньяком. На монтаже вы сами нам указывали на моменты, в которых... Которые мы даже сами не увидели. Да, то, что за нами кто-то следил. Ну, очевидно, что это был маньяк, потому что там даже крупняком были некоторые кадры. Вот. Естественно, мы сказали пацанам туда больше не возвращаться, но они нас не послушали. Ну, молодые, хотят приключений. В итоге закончилось это печально, поэтому сейчас мы снова возвращаемся в эту деревню, в этот свинарник на поиски пацана. Вы не ослышались, реально один из пацанов пропал. Ну, не те двое, которые были, какой-то их там еще один друг. И они попросили нас приехать, чтобы вместе туда пойти. Зачем-то они туда ходили ночью, пытались что-то там выяснить. Ну, как они изначально нам и говорили. Короче, набирайте 40 тысяч лайков, вебское продолжение. А сейчас мы уже вдоль трассы, как раз-таки на пути к этой деревеньке. Желаю вам приятного просмотра. Так, короче, ребят, мы договорились с этими пацанами встретиться около этого свинарника. Надеюсь, дорогу я сейчас определю. Вот тут они нам постучались, как раз утекло тогда. Значит, там прямо-прямо-прямо, потому что никуда не сворачивали. И они должны нас ждать уже там. Я не понимаю, нахрен они туда полезли, учитывая, что мы их реально предостерегали. Учитывая, что они реально видели, что там что-то происходит, какая-то хрень. То, что там надписи появлялись. Хрень, в смысле, они видос еще этого не видели, но все равно. Слушай, а там вообще стремно. Просто вы же без меня, получается, туда ездили? Там мы не все там пролазили. Ну, темновато там, конечно. Ну, вроде как. А у тебя фонари есть еще? Да, я взял фонарики. Просто вы-то ездили днем, если не ошибаюсь. Да, я как раз вот в обед, помнишь, уезжал. А сейчас-то темно уже. Кстати, ребят, у нас тут один фонарик лежит. Это фонарик психа. Как он у нас оказался, вы узнаете, когда выйдет ролик на основе. То есть, немного забегая вперед, чтобы не было потом непониманий. Короче, все увидите. Я просто объяснял тем, что ролики выходят в разные последовательности. А они еще не будут знать, что там за жесть произошла? Кто-нибудь знает? Нет, пока еще нет. Ну, вы, ребят, узнаете в субботу. Именно поэтому... У нас там на заброшке реально полная жопа произошла. Вы еще не рассказывай, потому что я уже боюсь сюда идти. Я сюда боюсь теперь идти. Уведомление можете просто поставить, именно чтобы в субботу в 12-1 час дня не пропустить ролик. Я вам обещаю то, что вы будете в шоке. И вы такие эмоции испытаете, такой страх и ужас. Это я вам гарантирую. Ребят, сейчас обращаюсь конкретно к тем, кто не хочет здесь ровно на жопе, а хочет поднимать бабло и красиво жить. Как вы знаете, я сотрудничаю с Авалоном, инвестирую в их проект. И, как вы помните, также я совсем недавно вывел миллион рублей. Оттуда как раз-таки заработанные бабки. Этот лямчик, если честно, не очень сильно помог, потому что, как вы знаете, я купил себе машину. У меня на счету оставалось там что-то 50 тысяч рублей, и я создал новый депозит. И давайте посмотрим, сейчас депозит себе отработал, что же сейчас в моем личном кабинете. Сейчас у меня доступно на счету 62 тысячи 800 рублей. Я создам новый вклад на 7 дней на всю сумму, на 62 тысячи 800 рублей. И на выводе я заработаю через неделю 6 тысяч 196 рублей. Депозит успешно создан. Теперь ожидаем неделю, чтобы создать новый очередной депозит. Ребят, вы уже убедились в том, что реально в Волоне можно очень неплохо зарабатывать, потому что когда-то я как раз-таки с таких копеечек начинал, поднимался, поднимался, поднимался и дошел до миллиона. Кто хочет зарабатывать, зарабатывать, естественно, можно не с таких сумм, зарабатывать можно начиная от 100 рублей. Депозит можно сдавать всего лишь сроком даже на 24 часа. Ссылку на Волон я укажу в описании под роликом. Переходите, регистрируйтесь, создавайте депозиты и зарабатывайте бабки вместе со мной. Здорово. Здорово. Что, рассказывайте, что-то случилось? Мы, короче, объяснили нашему другу, что так и так мы здесь были, про маньяка все мы рассказали. Откровски мы играли. А что вообще там-то рассказывайте про это, про все? Да он страшен был вдвоем пойти туда. Так вы обещали то, что не пойдете туда? А нафига вы ходили туда? Да ну, ты же сказал, не беспокойся за нас. Просто все нам не обещал то, что не полезете. Как получилось, что вы нам пообещали, что вы не пойдете? Как так получилось, что вы туда пошли? Да мы что-то, короче, сидели, играли в игру. Все по дискорде болтали. И, короче, наш друг, типа, такие, ну а что вам, слабо шли туда сходить? А было время уже, ну, наверное, 12 часов ночи. Вот, и мы, короче, сидим-сидим, ну, пофиг, давай, а что мы там близко живем? Собрались все, пришли сюда. Ну, а мы вообще подумали то, что он, типа, просто придем сюда и все, и уйдем. А он пошел. А, то есть внутрь что, не пойдете, ты имеешь в виду? Вот, он взял туда, пошел, ну а что, перед ним будем как сакуны. Ну, и мы, короче, за ним туда пошли. Взял, короче, у нас на слабо. Так нам уже рассказали, что там происходит, чтобы он обосрался. А видос на тот момент вышел или нет, получается? Нет, видос задержка вышла большая, так получилось. Просто, как бы, вы понимаете, что там на видосе было? Ну, мы просмотрели видос, который вот тогда снимал. Там, в общем, все время за вами маньяк ходил. За нами все время там наблюдали. Да. Рассказать, что у вас там было. А мы вышли, что? Когда? Когда? Вот, когда мы. Нет, мы, короче. Так а где третий друг? Стоп, погоди. Короче, смотри. Почему его нет? Он пропал. Да. Вот его, красный мотоцикл, стоит он здесь. У меня два, три. А, то есть он... Погоди, то есть... Погоди, говорят, что они пока в полицию подали. Пока не знаю, чем. То есть он как припарковал, он так и стоит? Рассказывайте никому, он уже как два дня здесь стоит, так. Слушай, Макс, ну это какая-то... А вы что, боитесь рассказать, как сейчас все произошло? А что вы в полицию сами не пойдете? Не поймете. Не ходите? Ну, слушай, здесь, учитывая еще, что не город, я думаю, здесь у нас-то не всегда хорошо бывают, работают. Да это понятно, они рассказывают, что один участковый чисто работает, но все равно. То есть это его мотоцикл, да? Да, да, да. То есть вы думаете, что... А вообще вот так произошло, то, что он один там пропал, вы что, разделились или что? Нет, нет, мы, короче, все вместе шли, ну и мы, короче, с ним забоялись. А он, короче, чокнете немножко. Он вообще просто без спроса, ну, нам ничего не сказал, пошел туда, на какие-то шорохи. Никак, ну как он без спроса пошел? Ну, он нам, нас, нам типа спросил. А чего вас пугались? Просто здесь на ты или что? Нет, нет, там что-то с флаком прошел. С чем? Ну, может, нам показалось? Нифига не показалось. Там прямо отчетливо видно было, что кто-то прошел. Ну, слушай, Макс. И вот у нас опять как сакунов, но мы... Погоди, смотри, Макс, у меня два варианта, и оба, ну, не очень хорошие. Первое, либо реально его там кто-то поймал, выловил. Второй вариант тоже не намного лучше, где-то он провалился, и сейчас он там. И у нас время очень мало он остается. Он бы кричал тогда, если провалился бы. А если он сознание потерял или его завалил, и ты сам видел... Какое состояние? Не было тут некуда, чтобы провалился. Вроде все такое устойчивое. Смотри, Макс, я предлагаю, как? Ребята, наверное, пусть здесь остаются. Просто всю деревню собрать, и пусть прочесывают. Нет, давай сначала как минимум с тобой вдвоем, наверное, пройдем. Ребята, не будем, наверное, дергать. Почему? Пусть показывают, где они разошлись, как они разошлись. А, ну, хотя, да, мы не найдем там большая же территория. Вы не боитесь, если что, сейчас пойдете искать другу? Ну, сейчас и не ночь, как бы, все равно. Слушай, как бы, как бы не ночь, во-первых, пасмурная, и уже подходит к закату время. У тебя фонарей есть вообще? У меня валяется там давай. Давай возьмем фонари и пойдем прочесывать. Погоди, и что, вот вы в итоге, то есть, они не пошли, дальше что было? А потом, короче, мы просто убежали оттуда, и все. А он сам... Вы что, прям домой бежали, или что, вы даже ждать, что ли, не стали его? Не, мы подождали, сюда выбежали и стояли, ждали. Ну, это, наверное, 30-40. Ну, вот тут вот стояли, фонариками светили, но там же боялись туда пойти. Светили, светили, ждали. Может, час стояли, ну, и потом его нет и нет, мы пошли домой. Может, просто мы подумали, что, может, он убежал сам куда-то домой, через другими путями, может, какими-то через кусты. Потом уже звонили ему и писали, и он, два дня дома нет. Макс, ну, это херовая тема, то, что его нет. Ну, это предсказуемая тема, там, говорили же, не ходи сюда. Что, погнали? Чтобы время на нее не терять, пока до темноты. Все готовы? Да. Макс, слушай, а ты не в курсе, что это вообще? Ну, типа, свинарник, это понятно. В заброшенной территории, что тут? Это же заброшенная полностью? Да, она полностью заброшенная. Нам, наверное, кореша, короче, рассказывали. Мы с пиздюками были, нам лет пять, наверное, назад был. Вот, короче, нам рассказывали то, что был здесь один хозяин, вот, а типа, за то, что у него долгов был до хера, его, короче, всю семью вырезали. В смысле, вырезали? Серьезно, да, они мне рассказывали, что, типа, одного мужика здесь только... Нет, всю семью, мне сказали, разве? Да. Ну, типа, владелец как раз был, да? Да, да, да. Что, после этого все, типа, она заброшена? Да, 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 да. А потом всякие-то дики тут лазают, вот, все разрешили. Ну, что-то теперь соревноваться тут лазить. Ну, да, что-то вы сейчас... А реально такое было, да? Да. Что, Макс, я тоже фонарик, наверное, включу сразу. Где вы шли, вообще, как вы путь держали? Мы так шли, там, короче, направо будет, заход небольшой. Вы вообще пустые шли, то есть, с собой даже в запасе ничего не взяли? Просто телефонный фонарик, вообще ничего. И все. А какой смысл был, то есть, вы знали, что-то что-то происходит, и вообще, то есть, даже себе... Ну, слушай, Макс, я так понял, по их рассказывать спонтанно. Он спонтанно, но пацан третий с нами, который пацан... А что он взял? Он брал камень. Вот это да! Вот это да, камень он взял. Ну, блин, в такие места неподготовленные лучше не ходить. Ну, учитывая, что они спонтанно, по их рассказывать... Я, сегорию, из дома просто, хотя он... Хотя он сам при входе взял камень, а сам нас вызывал, типа, мы такие, что мы все не лазим. Ну, взять камень, не знать, что ты сэкун. Ну, все равно не было. Ну, так, может, сами не хотели-то особо сюда идти. Просто, Макс, может, ты обращение сделать с небольшой подписчикам, чтобы они не геройствовали? Ну, что за фигня, там, сэкун, не сэкун, взять на слабо? Я считаю, это вообще фигня какая-то. Зачем лишний раз рисковать, чтобы тупо кому что доказать? Ну, ты просто понимаешь, что ты любитель острохращений. Знаешь, как в детстве всякие пиковые данные там вызывали, вот так же вот весело было. Слушай, пиковый дом мы вызывали дома, в безопасности. А какая разница, если, типа, там тоже, как легенда, для всех остальных тоже просто легенда. Да. Забей, ты никого в этом не убедишь, у каждого своя голова на плечах, и ты не сможешь всех контролировать. Слушайте, а вы вообще долго здесь были, находились? Нет, мы чисто нашли, вот, и потом, получается, вот это... Че-че? Ну, мы зашли, короче, сюда, вот, и он, короче, говорит, ну че, вы пошлите сюда, ну, все, он паник, потому что страшно, чем, но... Конечно, он, не представь, как тут просто, тут же вообще свет даже не падает. Тут не падает свет, да, тут точно. Я вам, короче, ну, это, пидал побежал. Стой, погоди, стой. А потому что, честно, ну, вы хотели... Мы кого-то видели с факелом, вон там он проходил, вот. И мы, короче, испугаясь, побежали, вот, до туда, до угла, до поворота дошли. Что, мы вообще, мы вообще лазили, палки искали. Выходите в кустах, мы хотели здесь костер разжечь. А? А там больше, что происходит из этой территории, то есть, вот там поля, или что, лес, там поля, наверное, просто, я не знаю. Погоди, ну, тут же... Туда-то же он пошел в итоге, я не знаю, вообще, вот мы, типа, здесь ни разу не станет. Ну, как он туда мог пройти, там, смотри, там, Макс, тут вообще везде заросли, да, что за фигня, я его, блин. Не знаю, сейчас тут куста. Паук, крестовик. Он, кстати, кусается. Не сильно, но... Как я тебе говорю, мы вот, добежали до поворота, кричимого, типа, илюх, 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 погнали, типа, отсюда. Пошли-то дальше, пройдем. Вот, а он, короче, это, пошел туда, и все. Потом мы его не видели больше. Вот, вот, вот здесь мы полки собирали. Вот, вот сюда вот, отсюда, короче, собирали. А, вы здесь костер хотели сделать? Хотели в том конце сделать костер, а отсюда просто собирали. И тут, не помню, кто сказал, что идти в улицу. Я просто не увидел. Они сказали, что кто-то прошел. Серьезно? Не, не, он с нами был. Вот, я тебе говорю, мы просто стояли с ним. Он опять хотел нас здесь на слабон. Погоди, стойте. А, объясните мне, пожалуйста, один момент. Когда вы хотели костер, у вас, то есть, получается, спички, там, рожек было или еще что? А, короче, нам два месяца назад, Макс, расскажи, ну, пацан, короче, купил самый дешевый, это, как? Дракоптер. Да, да, да. А, мы, короче, искали, где площадку, где можно было поставить. Ну, вот, мы, короче, вот там начали. Мучик, летали, летали, все, осматривали. В смысле? Расскажи про... Вот, я говорю, месяца два назад мы, короче, там наш один кореш, это, купил самый дешманский, дракоптер. И мы, короче, это, начали его тестить. Ну, летали, летали тут везде, вот. А потом, короче, у него началась садить зарядка. И он, короче, где-то, я не знаю, там, ну, за этим уже авгаром упал. Ну, вот мы пока думали-думали, а запись-то шла. Ну. Или кто будет типа идти. Ну, и, короче, решили. Макс, и даже по один не отходи. Ну. Решили, короче, кто пойдет. А он, короче, нам говорит то, что типа идите сюда. Мы пришли, а там, короче, квадрокоптеры, типа он раздавленный. Там, короче, следы были. Там, прям на видосе, вот, прям именно видно, что какая-то вот нога. Нога прям вот, видео, и прям вот он берет, и вот так вот раздавил. Серьезно? Макс, ты слышал, что они сказали? Квадрокоптеры упал, кто-то его раздавил. Да. А это, получается, он где упал? В той стороне? Да, он там вообще за ангаром где-то упал. Вот сюда он пошел. Вот эта херня, реальность может обрушить, она уже отвалилась. Смотри, она держит просто. Я понял, что ты говоришь? Я, мы перепутали, он туда прямо пошел. А, ни хера, Макс, смотри, здесь еще одна. Смотри, и там еще вдалеке, то есть я не знаю, подписчики увидят, то есть там еще одна. Вдох, там сейчас туда идем, раз он пошел туда, значит, там надо войскать. Давай сначала здесь пройдемся, посмотрим. Просто он прям точно помнит, помнит? Вы попробовали его звать, кричать? Нет, я же тебе говорю, нет, просто здесь. Здесь не кричали, вот наружу, снаружи там кричали. Вот прям целый час мы прям там стояли, ждали его. Стоп, ну вы на выходе уже. А мопед, мопед мы его никак не могли забрать, потому что ключей ничего нету, и как мы его заберем? Да, это понятно. В любом случае, не до мопеда такой ситуации. Вообще, вы его давно знаете, нет? Да, сейчас, он наш одноклассник. Попробуйте позвать, ваш голос-то он узнает, если мы что-то зовем, он может напугаться, может он где-то взять, он может просто наоборот боится. Лев! Лев! Ну может сейчас и не будем привлекать лишнее внимание, Макс? Ну, может, не будем. А почему, для кого? Для кого мы будем привлекать, нам надо его найти. Время нет, давайте время не тратить, потому что сейчас темнеет, пошлите посмотрим еще ту сторону, где картина, Макс. Что ты будешь внимать или как-то, наоборот, надо голос, блядь, подавать, чтобы он услышал. Ну так-то, да. Так-то, да, учитывая, что здесь происходит, и что здесь был. Он был, он сейчас не думать еще, в форме так стрёмно, просто мы смотрим по сторонам. Макс, ты так спокойно про это говоришь, ты забыл, что было недавно, вот что выйдет у тебя на основном канале? Ну, что там был, я не думаю, что ты так стрёмно находиться. Вот именно. Ты говорил, типа, он закалился уже. Ты говоришь, надо громко разговаривать, но ты только вот говорил, что, типа, он может голосать, типа, голоса, другого бояться. Да, поэтому надо тебе звать именно. Вам. Ваши-то голоса, он знает. Внутрюк он сейчас где-то сидит и боится, типа, на голосах. Вот это мы суть, потому что он не отвечает. Смотри, я у тебя еще хотел, знаешь, что спросить. Напомню, сколько ты с ним знаком? Ну, ладно, с первого класса, он мой одноклассник. С первого класса? Да, мы с первого класса, мы с садиками же с ним были. А был случай, когда он, например, из дома убегал или... У него злые КТС родители, и вот он уже ровно в 10 дома. А вот этот раз он на ночевку отпросился. Вот, клёй. Тихо! Тихо, 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 тихо. Отсюда? Блин, у меня весь экран в дожде, и вообще ничего не вижу. Да, объектив тоже. Макс, мы сейчас здесь ноги переломаем просто. Ну, он же тут проходил. Правильно? Причем он еще и даже туда и пробежал, как ты, даже не понял. Смотри, там как гликозь, надо идти. Мы пошли сходим. Аккуратно, смотрите, на доски не наступайте. И тут штыри торчат. Макс, ну это херня вообще полнейшая. Куда мы дальше пройдем? В ту сторону пошел, мы живы еще, мы не просто гуляем, правильно? Макс, ну мы по факту сейчас там не пройдем. Там все завалено. И вот уже конец получается. Давай, к чему-то не хочешь до картины добраться. А что там, картины? Зачем нам идти туда, где картины, там ничего нет, кроме одной комнатки. Ну я хер его знает. Ну надо, пацаны, я не понимаю, в чем прикол, то, что вы сами туда не идете, вы как и сказали, надо его найти. Мы, блять, даже не дошли до туда, куда он ушел. Ну попробуй дайте. Ой, все, пошлите назад, давайте нахуй. Да это вообще не будем искать, может быть, снаружи постоять и подождать. Ну погнали, погнали, я за тобой иду. Ну вот и конец, дай. Может, в поле, блять, ушел. Ты здесь очень много поля видишь? Тихо, тихо. Ой, собака. Мне голоса показались там какие-то. Слушай, тут бесконечно, там еще один такой же свинарник. Что? Я про это и говорю, здесь их, вообще целая сеть, как будто с... Да, да, да. Вот, вот, там, посмотри, вот в той стороне что-то есть. Тут кусок на череп похож. Криповый, да? Критик, у меня похож. Слушай, там кто-то бегает. Он в зеленой майке был, в салатовой? Там салат и майке кто-то пробежал, слышишь? Мне кажется, в городе темнота была, мы даже на одежду не смотрим. Слушай, я сейчас реально видел, чувак. Смотри, какой майк он был. У него есть какие-то... По-моему, в кофте. Какие у него приметы? Ну, он типа худой. Ну, понятно. Ну, просто примерно нашего тоже. Ну, и все? Не, ну может, в помидорке сделать. Ну, вспоминать, в какой майке был именно. Зеленая, нет, салатая? По-моему, в кофте был. Такой черновак. А, стой, погоди, у него же еще примета какая. У него рука сломана. В натуре? Да. С такого расстояния не видел, сломана не сломана. Ну, я глазами видел, что не сломана. А как она загипсована? Откуда? Возь, возь, возь. Полокоть. Полокоть? Погнали. Надо понять, кто там бедный. Диман, вы только скачали. Что вы сделали? Я же сказал, кто-то по крыше ходит. Да не может быть такого, что и издеваетесь. Я только что проходил сейчас. Она не выдерывает, во-первых, человека. И сейчас. Блин, здесь фиг пройдешь. В какой крыше вы что, угораете? Где? Свети, Макс, во все эти. А что тут светить, она не выдержит. Сейчас просто рукой в нее удачно обрушится. Вообще, да. В чипе. Тут нет никого. Слушайте, мне кажется, там никто не ходит, она просто обрушается. Макс, что там? Слышишь? Не уходи далеко. А нафиг он так далеко ушел? Я не знаю. Но он, видимо, пошел посмотреть, кто там, друг их, не друг. Какой он? Они уж свалили, пока мы там пробирались. Зачем ты сейчас тоже хочешь, чтобы так тебя... Да, реально ты сейчас тоже пропадешь. Не уходи, от нас. Ну пошли с формы выхода, да? А кто-то побежал, получается, в ту сторону. Блин, интересно. А то, что ты сказал, что там кто-то пробежал, представить? В смысле? А как в зеленой майке пробежал? Нет, вот сюда, да. А то, что там? Ну и что-то слышал тоже. Ты слышишь, а кого здесь? Здесь никого нету. Пацаны, вы что угараете? Блин, Макс, очень темно уже становится. Надо быстро допроверить, вот этот остаток получается. И... Слышал? Давай сбегай туда. А что там, куда ты побежишь? Давай, нам нельзя разделяться. Да почему? Да там просто шум просто был. В натуре не надо лучше. Проверим. Да давай. Ты уверен? Ты серьезный? Да, серьезно. Не отходи. Только будь... Я не знаю, на виду? Хорошо. Я вот здесь на виду. Давай. Никуда не сворачивай вообще. Блин, как бы с ним ничего не случилось, а? Ну, надеюсь, он не сворит. Вот никуда. Ну, вот тут он сжигает, картин грёбаный. Да, я понял уже. Тихо. Он зовет мне там кого-то. Не послышал, утили муха. Он зовет его, а? Слышь, а что он за тих? Не знаю. Илю! Ты? Ты? Да, блядь, ничего не... Ну ты че там? Ты где? Лёд! Идем сюда! Сейчас он, крик, не уйдет. Давай, речи! Сейчас! Иду! Че там у тебя? Я не знаю. А на фиг что там ссыкнул? В смысле? Ссыкнулся. Камеру... А зачем ты кричал и олипы? Возьми камеру, у него, чтобы не потерял. Че он напитать? Камеру давай. В смысле ты там оставил-то? Че угораешься-то? Пошли. Короче, все вместе сейчас идем. Макс, надо не ночью сюда ходить. Мы эту заброску вообще не знаем. Мы сюда пришли не ночью, время просто, что до хера прошло, потом в платье. Слушай, это не заметно как странно. Время, что-то быстро, очень темно стало. Ну, сегодня сама по себе еще просто пасмурно. Ребят, чтобы понимать, тут же у нас получается мы все равно не все. Вставляем в видео, мы вырезаем половину. На самом деле мы здесь очень много времени провели, вот серьезно. Вот она светится. Че, уходим? Че, вообще на выход отсюда, че-то мы на половину по сути. Не будем где картину проверять. А че, мы там только что были. Ну, по сути, да. Там ничего нет, ни следа. Ну, валим тогда. Погнали, на выход. Погнали. Че, тесто, пацаны, в итоге будем? Я не. С вашим дружком. Как вообще-то. Надо что-то решать, Макс, потому что это не делал. Если человек здесь пропал, у него там мотоцикл уже стоит, и не знаю сколько. Погнали. 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 Че, че предлагаешь нам с мотоциклом делать? Другой проход. Макс, а тут была вот эта надпись. Смотри, не надпись. Когда вышли, я видео смотрел. Сейчас. Вот. Ну, не надпись. Какой-то знак, я не понимаю. Ну, мне кажется, его не было тогда, когда вы проходили. Я не знаю, не обратите внимание. Слышите повсюду, я уже не помню, че будет, что они будут. Дайте, пожалуйста. Давай выходим. Ребята, вы можете чуть-чуть вперед пройти? Сейчас. Может, у него идите? Пройдите, мне тут пару слов. Иди, идите, идите. Слушай, Макс, ты знаешь, что было у нас вчера, что-то выпустишь на основном канале? Ну, там какое-то взрослое было, может, он детей не трогает. Ты думаешь, что это тот же самый? Его рук дело. Слышал? Да, я слышал. Может, слипся, не знаю, но можешь послушать. Ну, слушай, если бы это лучше не делал, ну, это не бывает таких совпадений. Ну, слушай, ты сам понимаешь, что, может, он-то и не он тут. Поэтому не человек стоит. Контур. Не знаю. Не знаешь? Все. Слышишь? Там контур уже... Там контур стоял, Макс, я тебе отвечаю. Ты видел? Если бы это был бы этот пилюх, он бы вышел бы... Конечно, конечно. Что за херень? Слушай, Макс, я реально сейчас обострался. Да там реально контур, очертание лица. Напишите в комментарии, пожалуйста, у меня крыша поехала, или реально был контур там. Я отвечаю, я сейчас видел этот контур. Макс, ты обещаешь, что ли, никому не расскажешь? По поводу? Ну, его никто не сможет найти. Типа, у него опять родители ушли в запой. Опять? Ну да, они, то есть, иногда бросают. Иногда вот сейчас тут, например, каникулы у него. За ним пока следитель не уйти кто-то. Не зачем, вот они, наверное, ушли, заходят. То есть, они его сейчас не ищут, им вообще похер на него. Я понял. А здесь, ну, видос-то так и так на канале выйдет. Ну, наоборот, может, и лучше, то, что его искать, может, начнут. Ну, как раз. Может быть, да. Это все-таки важнее. Мало ли где-нибудь там увидят по соседям с селье каком-нибудь, я не знаю. Не знаю, если вот мы сейчас мотоцикл его оттащим домой, то есть, к нему, вдруг они его как-то пропьют. Потому что, когда он был дома, он постоянно рассказывал, что, типа, он за ним следит, прячет постоянно куда-то. Ну, и то есть, чтобы когда у него запой, и то есть, чтобы они не продали. Слушай, ну, этот мотоцикл-то стоит, мне кажется, тысяч 10. А, что, пацаны, давайте на этом, наверное, сейчас расходиться по домам. Ну, и сами ездили, мы сегодня пытались, а что могли? Ну, только это, не бросайте нас, а мы найдем его в любом случае. Ну, я не хочу сейчас, как бы, нагнетать, но... Да нет, он везучий человек, ему всегда прям везло очень сильно. Ему и в этот раз должно тоже повезти. Мы должны его найти. Мы с родителями, конечно, не повезло, но он сам, пацан самый везучий. Нет, мы, короче, что, мы поможем. Ну, в курсе нас все равно держите, там, кто что ищет, где ищет, что нашли, там, какие-то зацепки, не зацепки. Вот, а там уже будем отталкиваться. Так же ВК тебе писать? Да, так же. Сами и без нас туда не ходите. Или только там, ну, с другими взрослыми, не знаю. Ну, да, или с поисковым отрядом. Да, конечно. Да, вращаем, давай, поеду. Давай. Давай, пока. Не грустите. Давай. Ребят, в общем, на этом видос наш подошел к концу. Сегодня мы оказались крайне непродуктивны. Мы, по сути, сходили просто впустую туда, да? Ну, по факту, да. Просто, вот, просто впустую, там ничего не было. Просто по заброшке полазили. Цыпались, возможно, камни просто и все. Но если даже что-то шумело, то в любом случае это не этот Илюха, который нам нужен был. Короче, да, по факту мы просто целый день пролазили по этой заброшке. Приносим свои извинения за то, что получился, ну, такой вот скучноватый контент. Но, что есть, что есть, не всегда, как бы, присутствует экшен у нас. В любом случае, при чем здесь скучноватый? В любом случае мы искали человека, помогали ребятам. Да, но они хотели, ну, по-любому, зрители хотят, чтобы был какой-то экшен, чтобы были там, именно там, маньяки именно у нас попадали в кадр. Ну, сам понимаешь. Мы же не они... Хлеб и зрелищ, люди хотят хлеб и зрелищ. Не важно там именно там. Просто мы хотим объяснить, что мы не созваниваемся с этими маньяками. И не мы их, грубо говоря, преследуем. И как бы вот в видосах, когда говорите, там, насчет того, что маньяк, опять маньяк, вот он, как странный совпадение. На самом деле, это не совпадение. Снимаем-то мы каждый день. Просто мы реально, то есть уже, Кирилл уже очень сильно устал от этого, от всего именно мотаться, он уже много раз об этом говорил. Мы далеко не каждый раз натыкаемся, просто часто мы приезжаем в холостую. И это мы все не выкладываем, просто эти кадры удаляются и все. Потому что зачем мы будем вот такие вот вам моменты показывать? И скорее всего и этот видос... Да ну нет, это мы запилим, чтобы они все бы знали насчет вот этого пацаненка, который пропал. Ну да. Вот, надо будет еще нарфотку у пацанов спросить, да, чтобы прикрепить. Как варик, да. Вот. На этом, ребят, видос пошел к концу. Набираем 40 тысяч лайков и я выпущу продолжение. Это мы так не оставим, наверное, будем дальше разыскивать пацана. На этом все, до новых встреч, пока.